В конкурсе на разработку эскизного проекта благоустройства улицы Коммунальной в границах Карла Маркса и Носовской приняли участие 15 команд. Все проекты прошли двойной отбор. В ходе интернет-голосования лучшие работы выбрали горожане, оценивала идеи и конкурсная комиссия. Вы оказались людьми, которые вместе своими наставниками, старшим преподавателем, просто людьми, которые неравнодушны, откликнулись на саму идею подумать и разбудить интерес населения, жителей, разных жителей к обсуждению судьбы Тамбовского Арбата. И хуже было бы, если бы мы в тиши кабинетах собрались бы, решили переложить плитку, поставить другие лавки и на этом бы успокоились. В числе тех, кто откликнулся на призыв поразмышлять над обликом Тамбовского Арбата – Надежда Осинкина и Ирина Попова, девушки-магистрантки Мичуринского ГАУ. Их профиль – ландшафтная архитектура. Свою конкурсную работу участницы выполнили в модернистском стиле. Первую половину коммунальной от Красной до Носовской благоустроили в похожем стиле, который мы сделали. И мы решили, что можно сделать продолжение, но немного видоизменить, чтобы наш сквер, вот эта часть улицы плавно перетекала из того, что идет до нее, и сквер Петрова, который идет после нее. Мы хотели совместить, чтобы оно действительно не выделялось из общей картины, то есть был плавно перетекающий пейзаж. В результате работу девушек признали одной из лучших. Им, как и авторам еще трех проектов, вручили дипломы победителей. А идеи, которые легли в основу наиболее удачных эскизов, планируют использовать при разработке проекта благоустройства Тамбовского Арбата. Благоустройство участка исторической улицы намерено начать уже весной следующего года. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей.